Седовласы и пионеры до слез умиляются. Вот она, эра светлых годов. Те же сигнальщики-гарнисты, те же песни, которые напевали когда-то у костра. Сегодня гимн пионеров поют их внуки и правнуки. И на вопрос, ставший девизом «Будь готов», отвечают так же, как 50-60 лет назад. Всегда готов! С виду всё, как и раньше. Галстуки и значки. Но без идеологической составляющей даже с детства знакомая клятва звучит как-то по-другому. Перед лицом своих товарищей. Торжественно обещаю горячо любить и беречь свою родину. Школьница Виктория решила стать пионером не за красивый красный галстук. Её привлекают прежде всего дела Тимуровские. Бывает, я встречаю на улице бабушек старых, которые несут тяжёлые сумки домой. Я чувствую, что надо помочь. Я должна помочь. Я обязательно помогу. Замювай, замювай, эту песню, это смайл. Бывший нанайц Владимир Лёвкин не зря выбрал эту песню для встречи с пионерами. Именно с майским парадом на Красной площади 1982 года связана его детская гордость. Он был председателем Всесоюзного пионерского штаба. Вот он, целует красное знамя. Вы выбрали меня, как обычно, потому что я был председателем этого штаба. И имел звание пионерструктор по строю ритуалов, по барабану и по горну, и по всему остальному. Ну всё, пропал я, ребята. Приключения электроников, братьев Тарсуевых, начались 35 лет назад. Из этой школы на съёмки знаменитого фильма они уезжали простыми советскими мальчиками-пионерами. Играть в кино практически самих себя. Вернулись повзрослевшими комсомольцами. Я и в пятом, и в шестом классе был председателем совета отряда класса. Тогда считался пионерский отряд, это класс. Вот председатель совета отряда. А Юра был даже знаменосцем. Я был знаменосцем школы, то есть я был зампредседателем совета дружинной школы. И выходил со знаменем. Это серьёзная должность. Пионеры сегодня это не те 25 миллионов детей по стране и десятки отрядов в каждой школе. Современные дружины немногочисленны, зато можно открыто носить галстук, который в 90-х годах, когда организация официально прекратила своё существование, был как раздражающая красная тряпка. И били стёкла в пионерских комнатах, и тоже драки были, и галстуки рвали, и всё остальное. Это было в 90-е годы. Это было тогда. Потому что вот какая-то такая негативная момент была. А сейчас очень, как бы, довольно-таки положительные отношения, или даже безразличные. Вот что пугает, к сожалению. Пионер сегодня – это тренд в индустрии развлечений. Пионерские вечеринки, свадьбы, корпоративы породили спрос на галстуки и пилотки. Когда-то пошивом школьной и пионерской формы занимались большие предприятия, выполнявшие миллионные госзаказы. Сейчас всю эту атрибутику шьёт вот в таких вот маленьких мастерских. По индивидуальному заказу штук на сто. Вот очередной клиент заказал корпоративу. Если галстуки и пилотки сегодня ещё можно купить, то пионерские рубашки и шорты – настоящий эксклюзив. В подвале обычной пятиэтажки кумачёвые ленты при помощи паяльника режут на галстуке. Это раньше ткань была натуральная. Сейчас заказчики просят подешевле. Зато меньше мнётся, и края подшивать не надо. Помните, когда человек вот так вот сидел на уроке и жевал, и кончик вот этот начинал ползти, он буквально расползался. Виктория ещё научится завязывать свой галстук правильной коробочкой или подушечкой, как говорят пионеры. Она не знает, кто такие октябрята, да и комсомолкой ей не стать. Её пионерская дружина свободна от скучной идеологии прошлого. Остались только старые традиции и добрые дела, которые в любое время украшают человека. Роман Паршинцев, Елена Новосёлова, Вячеслав Шумов и Денис Виноградов. Свободное время. Роман Паршинцев, Елена Новосёлова, Вячеслав Шумов и Денис Виноградов.